Субботин, Рома, в эфире! Всем привет, друзья, и сегодня мы посмотрим канал Мистери Форс. Видео называется «Жуткие мультфильмы номер 26». Поехали! Всем привет, с вами я, Дима, и сегодня у нас, наконец-таки, классический выпуск жутких мультфильмов. Я смотрел мультик про хомяка, самый первый. Это очень жуткий мультик. Вы, наверное, и забудете, что это такое. Это когда я смотрю и жуткую жуть, и жуткую хуйню, и жуткую умную хуйню. В общем, как в старые добрые времена. Начнем, наверное, с херни, с мульта под названием «Крем». Начинается он с кадров мертвой бабули на тротуаре. И эти кадры, как мне сразу показалось, показывают, что будет в конце. А, смотри, здесь кровь заменена на крем. Сразу после этих кадров нас отправляют в клинику. Специализация клиники, к сожалению, нигде не указана, но если судить по... Оу! What the fuck? Что это? Вот этому клиника для тех, у кого беды с башкором. Хотя вот через 10 секунд я поменял свое мнение, так как на лифте заезжает беременная женщина со своим мужчиной. А значит клиника для всех. Мужчина с женщиной сидит в пресле в ожидании своего приема. А Иннокентий присаживается... Просто присаживается. И да, это Иннокентий, я его сам на... Бля... Я... Ну это жутко, пока что это непонятно. Так, для удобства повествования. Мой ролик, что хочу, то и делаю, как говорится. В общем, сидят они так бездействно довольно долго, пока мужчина, женщина не решает взять себе мороженку. Баба с какого-то хрена не разрешает ему это сделать. Но мужик, он не куколт, и потому делает укус. На что эта больная сука производит удар. Понимаешь, что временных женщин купить нельзя. Иннокентий видит это упавшее мороженое и понимает, что вряд ли его будет кто-то есть. И понимает... Фу! Какая мерзость! Решение съесть его самостоятельно. Однако, не тут-то было. Да, мужик, видимо, тоже не против скушать прямо с пола. Делов-то дождаться, просто какая-то жена в кабинет зайдет. Однако Иннокентий, он парень, не промах. Он все-таки выхватывает мороженое из-под носа мужика и заглатывает чуть ли не залп. Бля... Фу, нахуй! Бля-я-ять! Это что такое? Чего и давится. И кто-то, конечно, может осудить такое поведение. А-а-а! Боже! Сидеть и смотреть, как умирает беззащитный человек, тем более Иннокентий. Но представьте, что этот человек спиздил у вас мороженое. Поэтому не стоит осуждать. Мужик берет новое мороженое, лижет его в свое удовольствие, а рыжая бестия начинает его калашматить. Какая мерзость! Фу! Тупо за поеданием мороженого. И мужику, естественно, ничего не остается, кроме как превратиться в летающую куриную тефтель. Да, мульт может быть недостаточно жуткий, но зато достаточно хуйня. Поэтому пускай будет в этом выпуске. Я просто, блядь, в шоке. А жена начинает рожать, помочь, как вы видите, ей некому. О, старушка. Но внезапно в приемную поднимается бабуля, которая быстренько подбегает к будущей мамаши и... Смотри, рядом с ней летающая тефтелька и труп бомжа. ...за то, что она не уступает место старшим. Причем бабуле не хватает того факта, что место освободилось. Она идет в добивание, женщина отбивается и выкидывает бабулю в окно. Ребенок рождается... ...бываливается, мамка уходит, летающая куриная тефтель за ней следом. Конец. Показалось мне при первом просмотре, но на самом деле тут есть еще и секретная концовка после титров, которая нам показывает, что это уже другая бабуля сдохлая, что стало с той непонятное. Наверное, застрелили. Что? Я сейчас только что посмотрел! В общем, конечно, скорее юморная анимация, чем жуткая, но я возмещу это следующими мультами. Мерзкая. Однако они сразу после идеальной мобильной игры Lords Mobile. Удачи. Ночь, велосипедный звонок, куча безглазых черепов и гуляющих своих собак. Подожди, я, по-моему, что-то видел подобное или нет? Бродячие тыквы, слегка веселая музыка. Все это напоминает Хэллоуин. И именно так начинается анимация Криптонс. В главной роли у нас тут маленький бездомный песик, который бродит себе по улицам, никого не трогает. Однако для него этот город выглядит жестоким и опасным. В страхе он прячется в одном из тупиковых переулков, где его находит худощавый маньяк с ножом и... What? ...бивает песика. Нет, ну за что? А, шутка. Песика спасает маленькая девочка и называет его Китти. Да, оказывается, это был котенок. Когда я услышал, это охуел аж. Но не суть, а девочка приглашает его жить к себе и тот соглашается. Какая прелесть. Наступает ночь, девочка приводит домой нового питомца и оповещает об этом своего папу, либо же маму. Это кто? Вот раз даю вам самим думать, кто это такое. Но вроде это папа. Это папа по-любому. Так как девочка называет его Говард. С другой стороны, возможно, это и не родитель вовсе. Может быть, брат. Девочка не обращает внимания на... Почему я не видел эти анимации? Мы уже с вами смотрели страшные анимации. Вау. Которая неожиданно открывает глаза. И на этом анимация заканчивается. Никакого глубокого смысла искать тут нет смысла. Но саму вселенную разобрать все-таки хотелось бы. Во-первых, я наткнулся на достаточно интересный комментарий под этой анимацией. С предположением, что все происходящее это последствия ядерной войны. Все живые организмы в этом мире, по всей видимости, мутировали. И хоть с первого взгляда это и напоминает Хайлоуин. Впоследствии мы видим, что они такие, какими и показано. И так как в этом мире постапокалипсис, еды не так много. Люди голодают. И, скорее всего, многие из них едят животных. Иначе как еще объяснить желание порезать котейку? Вряд ли чел хотел от того бобришка или драгоценности. Но... На самом деле, да. Но вот это очень жесткая сцена была. Девочки-то, котенок. Кто-то может сказать, что это просто лучик с... У нее комната мне понравилась. Она такая стильная. Девочка хочет найти себе настоящего друга и все такое. Но что, если она точно так же убивает их? Нет, я не думаю. Но... Ну, блин, ну, нет. Она сказала то, что... Нет, смотри. У нее была фраза Мы будем с тобой друзьями навсегда. То есть даже после смерти. Это о чем-то говорит. Послушайте, к примеру, монолог Говарда. Он говорит о том, что когда-то они вырывали перья куром и купались в их крови. Именно в этот момент она его прервает и идет показывать Китти комнату. Комнату, в которой куча фотографий с ее прошлыми домашними животными. Которых она, скорее всего, убила раньше. Ну, смотрите. Она сказала, мы будем с тобой друзьями навсегда. Да, то есть, скорее всего, она, конечно, может идти расправиться с животным, дабы его съесть. Но она ее любит, эту котейку. Берем еще во внимание, что их дом находится где-то в глуши, а около изображения животных присутствуют царапины. Что наталкивает на мысль о попытке животных сбежать от маленькой девочки. Что она с ними делала, остается лишь гадать. Но, сопоставив все эти предположения, можно понять, почему у девочки, допустим, отсутствует глаз. Скорее всего, какой-то из животных ей его вырвало. В общем, о чем сама анимация, непонятно. На самом деле, там есть еще две серии, но я их посмотрю, когда выйдет четвертая. Тизеру вышел уже четвертая серия. Так что подождем. Серьезно? Вау. Кстати, чуваки и дамы, не забывайте еще и про инстаграм, там всякую ерику. У меня тоже есть инстаграм, ребята, Рамуля. В описании ссылка, подписывайтесь. Редко я, конечно, тактирую и... Если что. А под прошлым роликом многие из вас поддержали идею моих ремейков, моих собственных обзоров. Поэтому сегодня я снова решил посмотреть по-новому на анимацию, которую мы смотрели еще года три назад. И да, будут новые. А, то есть эта рубрика уже три года существует? Мысли повторяться особо не буду. А может быть и буду. Я специально решил не смотреть тот выпуск. Может быть вообще скажу все то же самое. Я не еду. Давай. Но даже если и скажу, как будто вы помните, что я говорил тогда, верно? Верно. Так что захолустная проповедь. Или же Backwater Gospel. Место действия деревушка под названием Backwater. Это вот наш главный герой, безногий бродяга, напевающий балладу о приближающемся к деревне... О приближающемся к деревне гробовщику. Песенка не очень нравится пастырю. Для него бродяга это гнилое... Мне стиль нравится такой деревянный у этого мультика. Яблоко в бочке свежего урожая, от которого если не избавиться, сгниет вся бочка. В городе нарастает страх перед приходом гробовщика, который в анимации олицетворяет смерть. И, как сказал бродяга, он придет за чьей-то жизнью. Но никто не знает зачем. Да зачем так пугать? Ты нормальный? Проходит неделя, люди в страхе пробовали эту неделю. За закрытыми дверями. И вот отец вновь призывает горожан на богослужение. Он понимает, что город не будет работать и не будет жить, когда все жители его находятся в ужасе. Это похоже на судную ночь. Потому он винит во всем то самое гнилое яблоко, от которого просят избавиться безгрешного. И пусть тот, кто без греха бросит первым камень, говорит он, кидает абсолютно все. Но после смерти бродяги гробовщик остается, и это сеет еще большую панику. Люди начинают бояться за свою жизнь, ведь гробовщик, возможно, пришел за ними. И потому начинают убивать друг друга в надежде, что... Оооооо, вот это было жестко! Ну мне нравится. ...другого, это то, зачем пришел гробовщик. Оооо! Таким образом они... Окей, окей. Блин, ну это супер жесткие мультики. ...друг друга все до единого. А потому гробовщику наваливается Нехилая такая работенка И это конец Критикуют некоторые аспекты религии И роли гробовщика Там была форма Иисуса, вы заметили? А здесь это в принципе Классическое изображение смерти Он не оказывает никакого физического воздействия На других персонажей Он лишь физическое воплощение страха Горожан перед смертью А пастырь это причина этого страха По иронии судьбы именно он корень всех зол Так как он манипулирует горожанами Обещая спасение и внушая им страх Перед господом за непослушанием Бродяга же в свою очередь Это единственный персонаж Который не видит в этом просто ничего Он иного мировоззрения Проще говоря атеист Он свободен от всего И в том числе и от страха перед смертью Он живет свое удовольствие Даже при этом не имея ничего Чего не скажешь о других жителях Они как будто как зомби Они выглядят так, будто они хотят идти в церковь Они боятся министра Он завладел их жизнью Они запуганы И они хотят жить счастливой жизнью Но после смерти Даже по их внешнему виду все это заметно Абсолютно Смерти Тут даже проводят сравнительную параллель Кстати с зомби Ведь они звучат Да Да Когда идут в церковь То есть да Это авторитарный режим В котором граждане слепо и не задумываясь Следуют указаниям человека с авторитетом Человека который связан с господом Как они думают Причем верят они в это только потому что он так сказал Только потому что он так одет И потому что он стоит у трибуны церкви А авторитет этот рушится И все из-за какого-то там калеки Для пастыря он является угрозой его религии Хотя что важнее угрозой наверное скорее его власть над людьми Потому он убивает богохульника Но не собственноручно Его казнят горожане Казнят за иной взгляд на жизнь И да даже визуально это отсылается к Иисусу Христу Это ужасно Это ужасно Блин Фу Да вот именно вот эта сцена Которого распяли жители за новый взгляд на вещи И проповедование любви Кстати забавно можно найти и спрятанный в библии пистолет Его присутствие в книге божьей является по сути критикой Лживых и коррумпированных священников Там все временно На фоне слово страх фигурирует Это тоже что-то означает Пистолет показывает его темную сторону И он считает своим спасением оружие То есть по сути не верится и же собственное убеждение А еще кстати крест который убивает отца Вот это было очень жестоко Опять же довольно иронично Что по сути его убивает собственно религия Как итог можно сказать что гробовщик это неплохой персонаж Он всего лишь естественный элемент Смерти невозможно избежать никому И не стоит ее так бояться это и хочет донести анимация Потому что так вы рискуете прожить всю жизнь в страхе И кто-то скажет Да там слово страх было всю анимацию На заднем фоне Как же так ведь все жители сдохли Но сдохли они не по причине Не от самого гробовщика А по причине того что они его боялись И все произошло как раз таки от страха Ну и на этом все Блин это было очень интересно кстати Ребят поставьте лайки Если хотите чтобы я продолжил смотреть жуткие мультфильмы И может быть не только жуткие мультфильмы Другие жанры с канала Мистери Форс Конечно же ребят не забывайте подписываться на мой канал Ссылки на социальные сети на ТикТок Инстаграм у меня в описании Переходите подписывайтесь А я с вами не прощаюсь Увидимся завтра на новых видео Субтитры сделал DimaTorzok